это латвийская национальная библиотека или замок света здесь как в поговорке учение свет они учения тьма именно здесь делают латвийскую национальную энциклопедию 7 редакторов 717 авторов 3850 справок и работа продолжается научное справочное пособие по всем или отдельным отраслям знания вот как любая энциклопедия отвечает на вопрос что такое энциклопедия создать в латвии такое справочное пособие по всем отраслям знания в первый раз попробовали больше ста лет назад первую попытку сделал языковед педагог и издатель якобс драунекс в самом конце 19 века он стал выпускать так называемый словарь конверсации что это такое объясняет руководитель проекта национальной энциклопедии валтерс щербинске это название вводят в заблуждение словарь по сути означает что текста там очень мало 23 предложения но на самом деле это нормальная энциклопедия мы откроем и здесь длинные тексты поэтому это не классический словарь это настоящая энциклопедия якобс драунекс буквально работал по ночам составлял свои толстые тетради и слов и пояснений к ним вот что он сам вспоминает я заработался нередкими к примеру были такие ночи когда я работаю над словарем конверсации в одиночку трудился до утра в 6 утра шел спать а 8 утра был уже в классе где часто нужно было прикладывать на шатырь поднос чтобы не уснуть историк вестурс зандерс называет автора первой энциклопедии идеалистом и как водится у идеалистов мирское остается на втором плане выпустив 25 тетради которые были объединены в один том драунекс был вынужден закрыть типографию банкротства но после пятилетнего перерыва уже реческое латышское общество решает выпуски нужно продолжить что и происходит в 1903 году вот этот словарь конверсации выпустили в царские времена вот с 1906 год выходит словари и во время независимой латвии вплоть до 1940 года 21 том а потом о них осталось только память че грамот чеша бы я эта книга была дома у многих как известный символ как эти латовики или еще какие-то вещи их сохраняли книги стояли дома на полках советская республика есть а советской энциклопедии нет непорядок поскольку есть большая советская энциклопедия нужны и малые республиканские так в 1981 году появилась на свет латвийская советская энциклопедия 12 томов по сути для этой энциклопедии материнская энциклопедия своего рода была большая советская энциклопедия скажем все международные справки скажем про аргентину боливию и так далее их просто переводили ну а что потом а потом многие частные издатели пробовали подступиться к этому проекту но их отпугивал финансовый вопрос тем более за примером далеко ходить не надо в эстонии издатель энциклопедии просто разорился и только в 2014 году когда латвийская национальная библиотека получила свой замок света появилась идея создать и национальную энциклопедию через год появилась редакция энциклопедии а 18 декабря 2018 года через месяц после столетнего юбилея страны начала работу интернет энциклопедия выходите в интернете решили сразу просто в 21 веке даже энциклопедии по другому нельзя чтобы подготовить печатный том нужны другие принципы другой подход наших ресурсов не хватает для выпуска печатного издания это первое во вторых печатный том означает следующее как только это издание выходит типографии оно устаревает сейчас мне нужны 15-20 секунд чтобы какую-то простую вещь обновить скажем результаты в спорте какую-то запятую поставить печатном издании как вышло так вышло и эти привычки очень существенно изменились есть определенная часть жителей которые держатся за книги которые говорят мне нравится держать книгу в руках ее запах наверное так и есть но с другой стороны человек который ищет информацию а не какое-то удовольствие такой человек информацию ищет практически только в интернете но не листает он энциклопедию чтобы что-то найти может быть кто-то и листает но думаю абсолютное большинство используют интернет да и тиражи энциклопедии совсем другие раньше речь шла о тысячах а теперь совсем другие числа прошлом году у нас было больше миллиона уникальных пользователей национальную энциклопедию создают сотни авторов специалистов своей отрасли поскольку энциклопедия научные издания то и доверяют ее в основном ученым почему мы так доверяем ученым потому что для ученого очень важна его репутация если его репутация будет разрушена то он как ученый будет разрушен поэтому они очень ответственно относятся к тому что пишут они знают что даже если никто другой не прочтет его коллеги на кафедре прочтут и обязательно скажут что они об этом думают к слову в 2018 году к столетии латвии один печатный том национальной энциклопедии все же вышел но второго скорее всего не будет зачем если она может быть в твоем телефоне в любую минуту ее содержимое можно не только читать но и слушать энциклопедия может развиваться очень долго потенциал для развития энциклопедии практически безграничен будет существовать тот кто изменится эта цитата из пьесы я не сарани со золотой конь уже давно стала афоризмом так и с энциклопедией и пришлось очень сильно измениться чтобы снова существовать смотри какая красота самое время поставить лайк этому видео и подписаться на руслсм это азбука латвии буква э